всем привет сегодня мы интересное видео снимем видео о том как из матрицы старого ноутбука сделать телевизор у меня давно уже лежит вот такая вот матрица я не знал что с ней делать честно говоря слава богу не выкинул и увидел в интернете видео о том как вот эти матрицы можно с помощью скалеров подключать и компьютеры делать из них монитор но монитор мне как бы не нужен у меня монитор есть вот я заказал вот такой вот скалер значит этот скалер имеет встроенный tv-тюнер ему можно подключить антенну и сделать телевизор у него есть в комплекте к этому скалеру шел инфракрасный датчик шел вот такой вот пульт и полноценный телевизор получается что у него здесь есть мне здесь антенный вход есть вход hdmi есть вход в га есть usb интерфейс но к нему подключить можно только флешку для перепрошивки самого скалера значит у него есть разъем для подключения кнопок для управления не из пульта с помощью кнопок меню можно управлять громкость яркость канал и так далее и есть разъем для подключения самой матрицы вот такой вот вот этот разъем для подключения динамиков звук чтобы вот этот разъем меня уже задействован чтобы подключить инвертор дело в том что матрицы здесь стоит лампа вот ее надо с помощью инвертора зажигать на нее высокое напряжение подается и вот здесь разъем для питания немножко расскажу об инверторе значит сюда с матрицы был вот родной вот этот вот инвертор я не смог его подключить по причине того что не нашел вот этот распиновки вот этого разъема в интернете как же его подключать нам надо на матрицу подать плюс 12 вольт землю включающий сигнал и сигнал яркости подсветки экрана 4 провода здесь данном случае полму 11 проводов я не нашел распиновки и поэтому я просто взял и заказал вот такой вот инвертор у него здесь как раз четыре провода те что я и сказал и на скале ли вот здесь вот они все подписаны их очень легко определить и подсоединить проблемы в этом значит также мне пришлось заказать вот такой вот шлейф для подключения шлейф можно как шлейф и бывают разные на разные матрицы значит вот здесь вот на матрице есть ее так сказать название этой матрицы да и можно найти в интернете даташит на нее надо посмотреть обязательно какой на нее питание подавать на данную матрицу подается питание 3 3 вольта это питание выставляется на скалере вот здесь вот с помощью перемычек вот 12 вольтовая перемычка 5 вольтовые 3 вольтовые они здесь подписаны здесь ничего сложного нет и вот этот вот разъем тоже посмотреть надо даташите это в данном случае 30 пиновый разъем на 6 бит они бывают разные я его заказал он мне вот пришел я не смог использовать штатный разъем потому что вот здесь вот разъем другой не подходит на скалер но потом можете с ним разберусь таким вот образом так что еще сказать но отдельно можно сказать про инфракрасный приемник есть в интернете может дадим ски ссылочку под видео как его подключить он подключается в разъем где кнопки у нас устанавливаются и подаем питание сюда 12 значит давайте попробуем подключить это все делом и посмотрим как она чего у нас работает значит здесь на разъеме есть метка его на видео не перепутаешь и тут тоже на скале тоже есть метка вставляем переворачиваем это дело чтобы видеть что у нас тут происходит смотрите чтобы проводочки у нас не замыкались так подаем питание 12 вольт вот сюда но я в данном случае буду его использовать не как телевизор а как монитор и у меня вот ноутбук есть я от ноутбука подключу вга разъем сюда так все видно включаем да еще отдельно хочу сказать на сюда можно использовать любые блоки питания так любые на 12 вольт они тоже продаются я пока покупать не стал у меня есть от старого компьютера блок питания с кнопкой вкл выкл я его и использовал я взял 12 вольт желтый и черный провод земля и плюс 12 включаем все загудела заработала вот такую вот картинку мы тут видим значит на картинке мы видим в принципе во первых цветность проблема у нас с цветностью да и четыре изображения у нас здесь вот одно целое третье изображение здесь половина изображения здесь четвертинка но давайте мы попробуем сейчас установить сначала цветность разобраться значит чтобы зайти в обычном меню вот если мы нажмем да то мы здесь так еще переключу в писье режим чтобы было так что надо убрать меню писье режим тв-режим пускай будет так значит вот наше меню чтобы зайти в меню сервисное меню на данном скале и надо набрать 11 11 47 в режиме меню мы включаем меню и нажимаем 11 11 47 ничего не попадаем никуда еще раз 11 11 47 вот наш сервисное меню здесь нам надо выбрать пункт панел конфиг по моему так выбираем его и вот этот вот ты и моды меняем так сейчас подождите минуточку я опять переключу пищи режим чтобы было видно что у нас что-то меняется вот перебираем перебираем и о все значит вот с монитора мы сделал вывели картинку у нас получилось четыре изображения с цветностью мы разобрались а вот с самим изображением у нас проблемы то есть я так понимаю что данный скалер не поддерживает то разрешение которое нам нужно значит его надо перепрошить чтобы изображение у нас стало таким каким оно должно быть сделали следующие мы нашли прошивки для вот этого скалера так мы нашли в этих в этой прошивке мы не нашли именно под нашу матрицу прошивки но мы нашли прошивку с теми же параметрами а именно 7 кнопок у нас здесь вот на скалере 3 3 вольта питания и 15 и 4 дюйма это понятно из названия матрицы там есть 154 циферка это 15 4 дюйма мы взяли эту прошивку и перепрошили скалер значит перепрошивали мы следующим образом все на самом деле просто делается берется флешечка на флешку закачивается с флешки удалены все файлы у нас были мы закачали сюда файл прошивки он только один на этой флешке флешку мы вставляем в гнездо вот сюда так и включаем питание ждем 30 секунд вот пока здесь лампочка моргает и потом еще немного подождали выключили все вытащили флешку и смотрю что у нас получилось запускаем у нас включен ноутбук и мы с него изображение выводим вот мы видим что у нас все читаемо изображение у нас одно то есть все получилось все у нас сложилось ну что я вам хочу сказать подписывайтесь на наш канал смотрите его делайте с нами все у вас получится все материалы которые мы использовали мы в ссылочке ниже под видео дадим всем пока всем пока